Здравствуйте, я Лилия Игликова. С обзором политических событий в Казахстане и вокруг Казахстана говорим сегодня с политиком, заместителем председателя партии ОСДП Айдаром Алибаевым. Айдар Байдулетович, здравствуйте. Здравствуйте. Комитет национальной безопасности Казахстана, это из последних новостей, заявил о задержании предполагаемого агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента Казахстана. Хотелось бы даже процитировать. На президента Казахстана и других, нескольких, других высокопоставленных должностных лиц у него были изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. А еще подозреваемый получал задание по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикаций в социальных сетях соответствующих материалов. У меня такой вопрос. Из 20 тысяч боевиков, которые якобы находились во время январских беспорядков в Казахстане, ведь эта цифра до сих пор не опровергнута, насколько я понимаю, выбрали одного, и у него и оружие найдено, и деньги, и русофобские публикации. О чем это говорит? Ну, вы знаете, я думаю, что переполненный интернет различными отзывами людей, многие из которых далеки вообще от этой темы, они очень хорошо показывают отношение, восприятие и реакцию народа вот к этой ситуации с этим универсальным стрелком. Этот универсальный стрелок, если так вот его образ сконструировать, это рядом с ним Джеймс Бонд просто, знаете, меркнет, просто превращается в мальчишку, который нервно курит за углом. Я не буду сейчас говорить, чьи уши торчат за всем этим образом, хотя эти уши настолько большие, что их не заметить невозможно. Вот. Но я хочу сказать, что никто, находясь в здравом уме, в эту Филькину грамоту не верит. Таких универсалов я бы сам с большим интересом посмотрел бы, в какой специальной школе готовят, где он одной рукой стреляет, другой рукой деньги пересчитывает в кармане, и еще при этом успевают левой ногой на компьютере русофобские перлы выдавать. Вы знаете, я думаю, это следствие общего системного непрофессионализма, которое поразило без исключения практически все сферы, все органы в нашем государстве. Знаете, вот эта вот деградация, которая идет на протяжении десятилетий. Посмотрите, что творится с образованием, посмотрите, что творится со здравоохранением, с другими сферами. И спецслужбы. Но это тоже рука или нога, или это тоже орган вот этого большого тела, который называется Казахстан. Но если весь организм нездоровый, ну не может же быть там, что какой-то орган вдруг здоровый. Поэтому я серьезно информацию об этом человеке всерьез не воспринимаю. Это мое личное мнение. Не буду вдаваться в подробности и выспрашивать, чем же тогда занимались остальные 19 999 боевиков. Но когда вы говорили про очень большие уши, вы, наверное, имели в виду фразу про русофобские публикации? Да, да. Ну, как обычно, бывает же, кто оплачивает, кто заказывает музыку, тот и танцует, да, или как. В данном случае, ну, если говорится о русофобских, значит, кому-то это выгодно говорить, на кого-то указать. Ну, с учетом того, что сегодня творится на поле пропаганды соседних государств, мы видим, с каким успехом можно белое назвать черным, можно черное назвать белым. Здесь тоже из той же оперы. Поэтому я еще раз повторюсь, что большинство населения, если посмотреть комментарии, какие переполнены интернет, и моя личная точка зрения, в правдивость этой истории верится с трудом. Достаточно много времени уже прошло после январской трагедии в Алматы, но давайте все-таки вернемся к этому моменту. Тогда массовые протесты по всей стране прокатились с экономическими и политическими требованиями, и наше слышащее государство тогда обещало услышать. Президент Токаев недавно опубликовал статью в американском журнале The National Interest, и он там, цитирую, акцентирует внимание на том, что его ключевые инициативы по реформированию и модернизации Казахстана в первую очередь направлены на решение экономических и социальных проблем, поднимаемых соотечественниками. О решении каких проблем идет речь? Какие социальные проблемы решаются сейчас? Я хотел бы начать отвечать на ваш вопрос, знаете, с того, что вот этот журнал – это российский пропагандистский журнал, главным редактором которого является гражданин по фамилии Саймс в девичестве по фамилии Цимис. Это давний притворитель российских интересов на американском, скажем так, медиаренке. Если говорить о том, что Токаев предлагает какие-то политические и экономические реформы, я скажу так. В своем последнем послании, да, действительно, нельзя отрицать, что по сравнению с тем, что было в течение 30 лет, интересные шаги предприняты в политическом реформировании, в частности, в партийном строительстве, снижение барьера, пропорционально-мажоритарная система, избирательность маслехатов пополам, какая-то, но все-таки небольшая из двух кандидатур, по крайней мере, выборность Акиема там и так далее, и так далее. Это можно назвать некими позитивными сдвигами, но серьезными в целом, серьезными политическими реформами я бы все-таки это не назвал. Я уже неоднократно об этом говорил, я бы назвал бы их все-таки половинчатыми. Мне хотелось бы, чтобы президент Токаев в этом направлении все-таки продвинулся дальше. Если говорить об экономических каких-то предложениях, реформах, шагах, к большому сожалению моему, уже, считайте, прошло почти три месяца с январских событий, в сфере экономики, я не знаю, может быть, я где-то что-то пропустил, но никаких серьезных шагов не слышно и не видно. Более того, скажу так, экономическими делами, экономическими изменениями, предложениями, реформами и так далее должен заниматься не президент Токаев, должен заниматься кабинет министров, во главе с премьером. Со стороны премьера какой-то программы, каких-то серьезных предложений, каких-то серьезных изменений нет. Если не считать тех, знаете, каких-то несерьезных обсуждений, где он рассуждает о стоимости килограмма сахара, этим не должен заниматься премьер-министр. Понимаете? Народ ждет, народ ждет. В послании президента Токаева об экономике ничего не говорилось. Тогда, тогда вполне справедливо люди подумали, что экономические какие-то вещи должны будут предложены со стороны кабинета министров. Тоже ничего нет. А в это время мы видим, что происходит с Тенге. Его держат. Его уже нельзя назвать свободным, рыночно ориентированным. Так? Цены, посмотрите, по разным позициям до 50-60% выросли. То есть, иными словами, уровень жизни казахстанцев падает, прямо, можно сказать, стремительно, на глазах. Естественно, доходы их не индексируются. На этом фоне кабинет министров должен с экранов не сходить. Предлагать, реализовывать, помогать людям и так далее. Тишина. И, вы знаете, это не может долго продолжаться. Тот аванс временной или кредит доверия, как угодно можно назвать, который получило новое правительство после январских событий, вы знаете, этот кредит временной, он не может быть длинным, потому что жизнь ухудшается. Антироссийские санкции на нас имеют очень серьезное влияние. Ситуация с Каспийским трубопроводным консорциумом вносит очень серьезное напряжение в нашу финансовую составляющую, нашей страны, да, и так далее. И ничего не делание в экономической сфере на этом фоне, оно, знаете, оно просто испытывает терпение народа. И весь народ ждет. И они должны что-то делать. Следующий вопрос я хотела бы задать вам не только как политику, но и как экономисту. Основные проблемы в стране какие? Высокий уровень безработицы, бедность, необеспеченность населения жильем, не все имеют стабильный доход. Что нужно сделать для того, чтобы решить эти первоочередные социально-экономические задачи? Что нужно делать? Это целую программу нам с вами обсуждать. Мы такой возможности здесь не имеем. Но я хочу сказать, вот все вот эти пункты, которые вы перечислили, которые как бы обозначают состояние жизни наших граждан, это уже не первый год. Это все последние годы, вся эта картина продолжается, ухудшается, ухудшается. Я не знаю, где этот предел, где этот предел. Но государство должно дать какую-то реально реализуемую программу на завтрашний день. Что вот, смотрите, мы вот это сделаем сегодня, а вот это мы сделаем завтра, а вот это и так далее, и так далее. И это должна быть реальная программа. Но, к сожалению, даже когда президент Такаев озвучивал свое послание, вы посмотрите, кто там сидел в зале. Ведь это там сидели в зале те люди, которые на протяжении многих лет и довели страну до сегодняшнего состояния. И хотя бы, хотя бы, вот один из первых шагов, ну, надо более радикально и более решительно расставаться с этими старыми кадрами, которые от слова совсем ни на что не способны. Просто-напросто. Хотя бы освежевывать, ну, кадровую составляющую. Новые люди с новыми идеями, с новым настроением и так далее, и так далее. Можно это делать? Что мешает? Согласитесь ли вы с такой позиции? Для того, чтобы решить озвученные проблемы, нужно перестраивать экономическую модель Казахстана. А пока то, что мы наблюдаем, это какие-то перестановки во власти, какие-то новые порядки для регистрации партий, новые какие-то ограничения или, наоборот, продвижения людей к власти. То есть мы видим возню вокруг властной кормушки. Сейчас, наверное, не главный вопрос, кто придет к власти, а как, возможно, решить эти проблемы, кто может решить? Правильно. Смотрите. Вопрос, тем не менее, кто придет к власти, он важен. С точки зрения, какие люди. И с точки зрения того, что те люди, которые сегодня есть, и которые долгие годы, посмотрите на многих наших акимов и так далее, их надо менять. То есть вопрос этот важен. Второй вопрос, конечно, исключительно важен, что предложить народу. Вот вы сейчас сказали о модели. А вы знаете, вот на мой взгляд, на протяжении всех 30 лет у нас не было никакой модели вообще. Не было модели. Мы жили за счет вырученных от продажи нефти денег. Считали, что за счет огромных денег мы себе все, что нам надо для жизни и обеспечения, мы купим. Ничего внутри страны не развивали все эти годы. И по большому счету никакой какой-то, знаете, структурно выстроенной экономической модели у нас не было. Считать вот эти вот программы 2030-2050, считать их какими-то серьезными моделями не приходится. Я не считаю их серьезными моделями. Это был набор красивых фраз, набор красивых предложений, из которых вытекали из этих программ, из которых вытекали какие-то проекты и программы, под которые писались соответствующие талмуды. Под эти талмуды, соответственно, выбивались из бюджета миллиарды денег, и эти миллиарды денег успешно разворовывались. Вот и вся была экономическая модель. Если говорить про сегодняшний день, то кабинет министров пока не то, что какой-то модели, но даже и какого-то видения пока не представил. И мы все это ждем. Мы ждем этого, когда они наконец что-то представят. Как, что, кем, в какие сроки, какая будет отдача и так далее, и так далее, чтобы все было расписано. И вплоть до того, что за невыполнение того или иного, то есть должна быть адресная ответственность. То есть все должно быть как положено. Этого не было и нет. Процитирую еще президента, на что направлено его внимание. Коррупция и непотизм должны стать нетерпимыми явлениями, что позволит предотвратить концентрацию политической власти и накопление богатства в руках немногих, пишет президент. Но разве это не должно проявляться в восстановлении социальной справедливости, в восстановлении социальных лифтов? Разве сама идея создания фонда народу Казахстана не насмешка над только что озвученной идеей? Олигархи делятся вроде бы как по собственному желанию своими богатствами с народом Казахстана. Добровольные взносы делают в этот фонд. Нужны ли такого рода подачки народу Казахстана? Здесь у вас в одном вопросе сразу лили несколько вопросов. Давайте начнем с первого. То, что президент сказал, коррупция, непотизм, с ними надо, как говорится, бороться и так далее. Я согласен с этими словами, но в этом направлении ничего не делается. Вообще ничего не делается. У нас огромное количество людей, которые мы знаем, что приобрели свои огромные состояния, мягко выражаясь, нечестным путем. Сейчас им спокойно позволяется выезжать из страны. Спокойно позволяется этим людям выставлять на продаже свои объекты, которые они прихватизировали за эти годы. Я считаю, это нельзя допускать. Потому что как только они реализуют эти объекты, выведут деньги за рубеж, следом уедут за ними, и все, это можно считать, во многом можно считать пропащим для страны. И в этом направлении остановить вот этот процесс, запретить им продавать хотя бы для начала, потом разобраться, как они это приобрели, и потом и так далее, и так далее. Вот этот процесс активно, как он должен идти, он не идет. И это очень плохо. И все эти люди, они видят, что в этом направлении ничего не предпринимается, и они просто-напросто, знаете, нагреют. Если говорить о фонде «Деньги народу», то здесь тоже какая-то, знаете, он только-только недавно создан, какая-то сумма там собралась на счетах этого фонда, но он не производит впечатления чего-то такого ясного, солнечного, справедливого, обращенного ликом к народу, к его бедам, к его нуждам. Вот эти вот деньги, которые поступили в фонд от, скажем так, бизнеса, знаете, у меня такое ощущение, что это как некая откупная, некая индульгенция. Ага, значит, вот у тебя там 100 миллионов долларов, вот он полмиллиона кинул, все, теперь можно, он может в свою очередь рассчитывать на то, что его как бы не будут трогать. Ну, мне логика вот так она видится. И я считаю, что это не совсем правильно. Это раз. Второе, я еще не видел где-то в интернете отзывов от граждан, которые были бы довольны, удовлетворены. Сколько больных детей в интернете просит денег, сколько многодетных матерей просит денег, сколько других социально нуждающихся. Я предполагаю, счет идет на тысячи. На этом фоне, наверное, можно было бы уже свою деятельность раскрыть, потому что тот же Жамишев, он прекрасно понимает, что внимание и государственных структур, и правоохранительных, и простого народа к его фонду исключительно огромный. И на этом фоне ему бы надо показать, что он делает, как делает, какие заплаты у них самих, куда они тратят. Этот фонд должен быть исключительно прозрачным. Этого пока нет. И я думаю, что так не сможет долго продолжаться с деятельностью этого фонда. Точечная борьба с коррупцией ведется. Мы видим, что возбуждаются уголовные дела в отношении определенного круга лиц. По-вашему мнению, это начало большого процесса или этот процесс так и останется? Точечным. Мне бы очень хотелось надеяться на то, чтобы это было началом большого процесса. Но, к сожалению, как и в совсем недалекие времена, вы правильно сказали, носит некий такой точечный характер. И назвать это серьезной борьбой с коррупцией нельзя. И вообще слово «борьба» с коррупцией – это не подходит. Потому что борьба – это процесс. А процесс может быть вечным. Должно быть категорическое уничтожение коррупции как явление. Другое дело, как это будет удаваться, это может быть не сразу успешно и так далее. Это другое дело. Но само отношение к этому вопросу должно быть другое. А те люди, которые сегодня этим занимаются, я тоже им не совсем верю. Потому что мы знаем биографию этих людей. И очень часто, очень часто, и это тоже не новость для наших граждан, под видом борьбы с коррупцией мы, бывает, видим сведения счетов, подставы и прочие какие-то штучки во власти, в борьбе кланов за кресло, за должности, за денежные потоки и так далее. То есть, иными словами, вопросов больше, чем ответов. Но, тем не менее, внутри Казахстана какие-то процессы запущены. По вашему мнению, так медленно они продвигаются по той причине, что и вокруг Казахстана достаточно мощная напряженность. Напряженность мощная и внутри страны. И снаружи. Многие вот из таких процессов продвигаются медленно, потому что внутри каждый человек из этих, он не одиночка. За его спиной стоят корпоративно-клановые группировки. Они максимально противодействуют разным этим процессам. Своих, как говорится, в обиду не дают. И поэтому многие из этих вопросов продвигаются очень сложно. Ну и, конечно, внешние факторы. Россия максимально вмешивается в эти процессы. Другие страны тоже вмешиваются. Вообще, сегодня Казахстан оказался на перекрестке очень серьезных давлений. Давление оказывается как со стороны стран-соседей, как со стороны крупных игроков, но и в то же время политический руководство страны находится под серьезным давлением внутри, под серьезным давлением кланов, бывшего президента. И очень серьезное давление руководство испытывает со стороны народа, потому что народ все-таки связывает с новым руководством довольно серьезные надежды. И эти надежды пока еще не умерли. Они еще есть. Разочарование пока еще не наступило. Но, как я уже перед этим говорил, временной кредит доверия он не такой большой. И я думаю, что там наверху вы это должны понимать. Думаю, что вы согласитесь с такой позиции. Главная задача, которая стоит перед Казахстаном, это сохранение стабильности. И касается это и внутренней, и внешней политики. Ну, понятно, что сейчас на первом месте событий в мире это война между Россией и Украиной. И на этом фоне приведу один пример заявления Тимура Сулейменова, заместителя главы администрации президента. Вызвала антиказахстанскую риторику. У российских экспертов приводят такую информацию сайт in business. В такой ситуации нужно быть предельно осторожными или занимать предельно четкую позицию? По вашему мнению, как сориентироваться правильно? Предельно четкую позицию держать сложно. Я это понимаю. В этом отношении высказывание Тимура Сулейменова, первого заместителя администрации президента, представляется мне очень выверенным, очень правильным и, знаете, дающим ответы на многие возникающие вопросы у всех. Ну, тем, кто не знаком, не читал его выступления, нужно напомнить, что вопрос касается антироссийских санкций. Да. где он сказал, что Казахстан будет соблюдать те санкции, которые объявлены, не будет в это вмешиваться и так далее. И я считаю, его высказывание очень правильное. И то, что он в своем выступлении также сказал, что Казахстан не признает границей Украины в ее прежних границах, то есть не признал ни Донецкую, ни Луганскую Республики, ни Крым. Я тоже считаю это правильно. Это выверенная, в то же время осторожная достаточно такая позиция. Он официальное лицо, первый зам руководителя администрации. То, что в России там какие-то мутные люди начали высказывать свое неодобрение, усматривать в этом что-то такое плохое, на это не надо обращать внимания. У нашего государства есть собственная политика, собственная, как говорится, экономика, собственные интересы, собственная национальная безопасность и так далее, и так далее. Понимаете? И мы должны исходить в любом своем действии на внешнеполитическом арене из собственных интересов. Я считаю его высказывание правильным. Действительно ли не надо обращать внимание? Мы видим, что пока мы не обращаем внимания на высказывание того же Лимонова, Жириновского относительно северных областей Казахстана Зюганова, Никонова. И теперь Федоров, мне кажется, депутат Московской гордумы, который заявил, что нужно заняться деноцификацией Прибалтики и Казахстана теперь уже. Может быть, стоит все-таки обратить внимание, почему, допустим, возьмите пример Азербайджана, на Делягина уже возбуждено уголовное дело сразу после его заявления о том, что нужно бомбить? Вы знаете, я уточню тогда свою позицию. Когда я сказал, не надо обращать внимание, я имел в виду, что нашим чиновникам не надо оправдываться, не надо объяснять свои какие-то действия или что-то в ответ на их высказывания. А с точки зрения реагирования, да, я согласен, реагировать надо. И реагировать надо на серьезном государственном уровне. И в этом отношении реагирования Азербайджана на высказывание Делягина, который является доктором экономических наук, про то, что он там, кажется, сказал насчет бомбежки нефтяных скважин и так далее, ну, это ни в какие ворота не лезет. Просто ни в какие ворота. И то, что Азербайджан возбудил на него уголовное дело и еще подал документы в Интерпол, я считаю, абсолютно адекватно. И по отношению к таким депутатам Московской, ой, Российской Государственной Думы, как Никонов и внук Молотова, как Федоров, это вообще какой-то, я не знаю, не дружит с головой товарищ, я считаю, мы тоже должны жестче реагировать. Мы не должны стесняться объявлять их персонами Нанграда, возбуждать на них уголовные дела и так далее, чтобы было неповадно. Потому что, потому что наше молчание, наше нереагирование россияне, многие вот такие вот безбашенные, они воспринимают как слабость. И только четкая защита своих интересов с однозначным выражением своей позиции может поставить их на место и быть примером для других, чтобы они не говорили глупости. И чтобы сделать какой-то вывод из-за всего произнесенного сегодня, согласитесь ли вы с тем, что Казахстан оказался в достаточно глубоком кризисе. Это кризис экономический, это кризис политический внутри страны. И мы оказались в непростой международной обстановке, когда нужно четко определиться, или мы стоим на раскоряку многовекторно, или мы выбираем определенный вектор, и тогда уже пути отступления не будет. Как вы видите эту ситуацию как политик? И понятно, что будущее Казахстана нужно определять уже сегодня, каким вы видите его? Да, я с вами соглашусь в том, что сегодня политический руководство Казахстана находится в исключительно сложном положении. На него давят с этой стороны, и с этой. Как-то я пытался разложить векторы давления на наше руководство, насчитал их семь или восемь, самых разных, и с точки зрения извне, и с точки зрения снаружи, ой, и с точки зрения изнутри. Вот. И в этом отношении, как я уже сказал, взять и встать на одну позицию, категоричную и так далее, это довольно-таки сложно. И хотим мы этого или не хотим, приходится каким-то образом маневрировать. Но мне представляется, что одна из опорных точек, на которых в своем поведении, в своей политике, как внутренней, так и внешней, на которой может опираться руководство страны, это народ Казахстана. Если руководство объявило себя слышащим государством, оно должно быть не только слышащее, этого мало, оно должно быть еще и реагирующим и видящим государством. И вот когда оно будет, опираясь на народ, выражать мнение народа, поверьте мне, на мой взгляд, ему будет гораздо легче выстраивать свою линию поведения, как внутриполитическую, так и внешнеполитическую. Спасибо вам за интервью. Спасибо вам.